Толстых Геннадий Владимирович Руководитель отдела Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Республики Саха-Якутия Руководитель региональной научной школы по исследованию социально-трудовой сферы Автор монографии и более 200 научных статей по социально-трудовым исследованиям Профессор Северо-Восточного федерального университета Доктор исторических наук Добрый день, уважаемые слушатели Сегодня вашему вниманию будет предложена обзорная лекция Которая посвящена актуальной социальной проблеме Это проблеме занятости населения в Республике Саха-Якутия Эта проблема действительно актуальна И от того, как своевременно она будет решаться продуктивно Усилиями государства, усилиями регионов, усилиями граждан, общественной организации От этого зависит очень и очень много От этого зависит морально-психологический климат в каждой семье Потому что если человек занят, если занят глава семьи, члены его семьи То значит все в порядке Стабильный и регулярный доход дает возможность развиваться этой семье и каждому гражданину Если же наоборот человек оказался в силу тех или иных причин Объективных или субъективных, безработным Рынок это позволяет сегодня, допускает такую возможность И бояться этого тоже не надо, я объясню почему То, конечно, ситуация несколько другая И психологическая и так далее Ситуация с занятостью такова на сегодня Мы не должны превышать критический порог занятости Естественный порог считается это 5% у нас Сегодня при рыночной экономике Скажу, что раньше, в предыдущие периоды развития нашей страны Когда существовал экстенсивный путь развития экономики Административно-командная система управления Тогда занятость была всеобщая практически Не было безработицы, как вы помните Потому что был низкий уровень, низкая стоимость рабочей силы И по существу спрос опережал предложения Все были заняты Затем мы вступили в период рыночных реформ Рыночной экономики, достаточно быстро его прошли И была создана структура государственная Занятость, которую сегодня вы все знаете Это биржа труда, это служба занятости Которая оказывает посильную помощь гражданам Ну для начала мы дадим определение Что же такое вообще занятость? Занятость это целенаправленная деятельность граждан По получению, удовлетворению своих потребностей Которые сопровождаются доходом или заработком Причем эта деятельность должна иметь законный характер У нас есть закон, как вы знаете Это конституция Российской Федерации В частности статья 7 Которая говорит о том, что Российская Федерация Это социальное государство Поэтому занятость на сегодня Это главная, пожалуй, социальная проблема Наряду с бедностью Преодоление бедностью Это тоже колоссальная проблема Которая существует у всех стран с рыночной экономики В том числе и богатых стран И от того, как мы ее будем решать Я еще раз сказал Зависит очень и очень много Зависит практически социальная безопасность Нашего государства Почему мы всегда во всех правительственных документах По существу докладах президента Вопросах, которые идет в телемостах Проблема занятости Это проблема номер один Среди всех социальных проблем Что касается ситуации занятости в нашей республике Если посмотреть статистику последних двух лет То она достаточно благополучная Скажем, она варьируется Безработица где-то от 4,7% Вернее, 6,7% до 7,1% Это достаточно стабильные показатели Но, однако, наряду с этим Есть такое понятие, как неформальная занятость Теневая занятость То есть люди неофициально не устроены на работу Однако получают доход Где-то они трудоустроены И какие здесь плюсы, есть и минусы Ну, плюсы хотя бы Человек имеет источники дохода А минус какой? В последнее время Довольно широкие размеры Приобретла так называемая неполная занятость Ее ученые называют прекриат Она изучается, конечно Есть определенная даже официальная статистика Хотя очень сложно, кстати говоря Все это дело пощупать Или как-то проанализировать Вот есть данные на 2015 год Росстата Неформальная занятость составляет По Российской Федерации Есть разные, конечно, оценки Я вам привожу официальную оценку Росстата Это порядка 20% То есть это не каждый, скажем, там Ну, пятый, но где-то каждый четвертый В этих пределах от 4 до 5 человек Вот находится в этом секторе Что такое неформальная занятость? Человек, хотя трудоустроен на работу Однако условия уже он не может диктовать Он социально не защищен Он не входит и не является членом профсоюза Он выполняет свою, конечно, функцию Но завтра никто без объяснения причин Он может быть, в общем-то говоря Потерять эту работу Ну, кстати говоря, в условиях цифровой экономики И современных средств Сегодня найти работу очень просто Например, просто даешь объявление Или есть у нас специальные сайты Для того, чтобы найти работу Скажем, сделать ремонт на дому Или, скажем, те же службы с такси Мы с этим сталкиваемся каждый день Когда, скажем, вызываем службу такси Пейн-драйверу И с большой вероятностью Этот человек формально не занят Он нигде не зарегистрирован Но он выполняет вот эту работу И в сфере обслуживания таких мест очень много Это торговля Где, скажем, какие-то торговые сети Или небольшие магазины принимают людей И до первой недостачи Они там работают, выполняют свои функции А завтра, значит, с ними просто расстаются Или даже не выплачивают какую-то часть зарплаты То есть человек социально не защищен Это с одной стороны Это минус неформальной занятости А второе Эти люди не выплачивают формальные доходы В государство И, соответственно, это меньше поступление в казну И еще большой минус Вы сегодня знаете, что очень много копий ломается В связи с пенсионной реформой Наша пенсионная система имеет накопительный характер От того, как мы своевременно будем отчислять В пенсионный фонд и зависит размеры нашей пенсии И вот это главный, что ли, такой стимул материальный Который сегодня должен заставить задуматься людей О том, чтобы находиться в формальном секторе занятости Ну, пока молодые, к сожалению, может быть, не все над этим задумываются Но, тем не менее, значит, вот эти вот поступления В пенсионную систему Они как раз складываются Вот из этой своевременности Что ли и так далее Они могут поступать официально только Когда вы находитесь в формальном секторе экономики Ну, мы еще иногда Говорим о теневом секторе экономики Когда люди, например Ну, к примеру, имеют свой гараж Там, скажем, занимаются автосервисом Но нигде не зарегистрированы Не имеют соответствующей там лицензии Выполняют эти работы Или парикмахер ходит там по своим знакомым Выполняет какие-то функции Он нигде формально не занят И поэтому, когда мы оцениваем масштабы, скажем, занятости Очень сложно говорить или оценивать Например, в сельской местности занятость Ну, носит, скажем, другой характер Там выше процент безработицы Однако, если вы посмотрите У каждого, скажем, полный холодильник И живет он неплохо В 90-е годы, когда я работал За министром социальной защиты труда и занятой республики Мы столкнулись с таким парадоксом Когда начали очень сильно заниматься, скажем, льготами, пособиями И как-то вот методы шоковой терапии, которые были у Гайдара Мы их хотели сгладить И поэтому была очень разветвленная система социальной защиты в республике Даже иронизировали, что вы хотите всю республику превратить в собес Это вот такая пассивная, что ли, политика социальной защиты Она приводит к тому, что люди теряют материальные стимулы к труду Ну, скажем, в Нерюдге мы столкнулись с такой проблемой Когда люди получали высокую зарплату И затем вставали на биржу труда И, значит, там влияет пособие Зависит от того, какая была последняя зарплата Очень большой процент И, скажем, там бульдозеристы и какие-то люди-механизаторы Имели высокую зарплату и быстро смекнули, что можно не работать И вставали на биржу и получали высокое пособие несколько месяцев, скажем И очень большой был рост безработицы, который не имел каких-то экономических причин И об этом тоже нужно думать Что нужно на сегодня государству? Государству нужна активная политика занятости Создание рабочих мест Чтобы человек сам получал доход и не надеялся на государство Потому что вот протекционизм государственный Он, конечно, хорош, но только для той категории людей Которые в силу каких-то объективных причин Не могут оказать себе, скажем, получить доход Это матери-одиночки, это пенсионеры, это инвалиды И лица, которые вот как раз входят в такие категории Им нужно обязательно помогать государству А если речь идет о трудоспособном населении Мы должны только создать рабочие места И дать необходимую возможность, фронт работы для их работы И достойный заработок И тогда люди как бы ни в чем не будут нуждаться Поэтому это активная политика занятости Это главная такая стратегическая, что ли, цель На которую должны направлены сегодня быть социальные структуры Нашего государства Когда наша страна и республика вошла в рынок Не было, скажем, какого-то опыта Который можно было так вот слепо применить Зарубежный опыт на нашу систему Многое приходилось делать впервые И за короткий период был создан фонд занятости Социальные службы, которые сегодня занимаются трудоустройством И они практически без изменений работают до сих пор И характерны для стран с рыночной экономики Занятость и рынок труда Стран с рыночной экономики Диктуется вот таким гибким балансом Между спросом и предложением на рабочую силу Это рынок труда может быть и региональный Рынок труда может быть федеральный Рынок труда может быть отраслевой Рынок труда может быть полувозрастной Или демографический То есть рынков труда очень и очень много Я хочу сказать о причинах, которые влияют сегодня на занятость населения Прежде всего это природно-климатические причины Вы знаете, что мы находимся в особой климатической зоне Это тоже очень сильно влияет на процессы занятости Это характер размещения производительных сил Вы знаете, что в нашей республике Это, как говорят экономисты Очагово-дисперсный характер размещения производительных сил И населенных пунктов поселков На севере или в ряде районов нашей республики 3,5 миллиона квадратных километров Где проживает около 1 миллиона человек Это колоссальная территория И у нас площадь сегодня на одного человека приходится по километру Это колоссальная территория, конечно Которую очень сложно, скажем, освоить И между поселками 250-150 километров И даже медицинскую помощь можно оказать только путем санитарной авиации Соответственно, затраты на доставку сырья На вывоз готовой продукции Они, скажем, достаточно велики Особая тема эта занятость арктических улусов Это экономический фактор Это уровень развития производительных сил Характер размещения отраслей Это тоже сегодня влияет на занятость, которая на территории на нашей расположенной Дальше Это такие причины, как социальные причины Это уровень развития профессионального движения, профсоюзов Социальная защита населения, которая складывается в течение долгих десятилетий И, наконец, традиции даже профсоюзного движения Это все влияет на сегодня на социальную защиту занятых граждан То есть причин, которые формирует сегодня занятость Их очень много Их изучают на сегодня ученые И мы должны сегодня знать, какая потребность по той или иной специальности Есть, к сожалению, определенная инерционность Вот так сложилась эта схема, и она сегодня существует А мы должны думать и говорить о том, что будет сегодня, завтра С развитием экономики нашей республики И в том числе с занятостью Очень большую причину или, скажем, предпосылку Для развития стабильной занятости Имеет, скажем, подготовка кадров Вот мы не знаем, скажем, что будет через 10 лет Но мы можем сегодня определить и запланировать Что будет через 5 лет, через 7 лет У нас есть в республике стратегия развития республики Которая называется 30-50 И там уже есть реперные точки Развития промышленности нашей республики Не только промышленности, но и строительства И других сопряженных отраслей Ну, скажем, мы на сегодня довольно твердо стоим на ногах В плане развития алмазодобывающей промышленности Сегодня через территорию нашей республики Проходит, значит, сила Сибири И в ближайшее время экономика также будет, скажем, пополняться налогами Вот от этой системы Для этого требуются квалифицированные кадры Есть перспективы по развитию Южно-Якутского узла Который раньше назывался территориально-производственным комплексом Сегодня мы употребляем такой термин, как кластеры Это единый такой экономический организм Который имеет соответствующую за замкнутую структуру Структуру подготовки кадров И рассчитан на перспективу Перспективы развития нашей республики Сегодня очень сильно также будет зависеть От освоения редкоземельных металлов Вот есть очень крупное месторождение в Тамторе Далее это Алданский узел Там есть проекты по созданию гидроузлов Но это пока в перспективе Но тем не менее мы заранее должны знать Где будет развиваться новый регион, новое освоение Мы должны заранее готовить кадры А то у нас как получается Например, существует какой-то колледж И он подготовит какие-то кадры И в силу инерционных систем каких-то Или может быть нежелания Потому что надо готовить и преподавателей И менять всю систему Вот мы сегодня должны привязывать так Знать какие отрасли и какой потребности И когда нам дают определенные рабочие специальности Средние специальности, высшее образование И мы должны привязать это к системе подготовки кадров Эти системы должны быть увязаны Иначе мы будем иметь разбалансированность рынка труда Ну приведу, например, такие цифры Мы хотели бы, конечно, иметь всеобщую занятость Но, к сожалению, рыночные механизмы Они сегодня такие, что они допускают развитие конкуренции На рынка труда Вот, скажем, данные по 2016 году Более 50 тысяч приехало к нам со стран СНГ Для того, чтобы, значит, с желанием трудоустроиться Из них 12 тысяч, скажем, трудоустроилось И работает в промышленности Скажем, в строительстве В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины Ну, конечно, мы могли бы занять эту нишу местными кадрами Однако на сегодня это не совсем реально Ну, например, посмотреть, если по вахтовому методу На сегодня работает, значит, порядка 7 тысяч Не из пределов СНГ, а из других регионов Российской Федерации Приезжают на работу к нам по вахтовому методу Например, в Сургутнефтегаз тоже работает порядка 7 тысяч человек Около 7 тысяч человек И в других, значит, предприятиях порядка тысяч человек Это о чем говорит? О том, что им нужно решать уже сегодня Вот какие-то свои экономические, производственные, оперативные задачи Им нужны готовые кадры, причем опытные кадры Сварщики, которые, ну что значит провести там шов Значит, там свое клеймо, вот где-то на газопроводе Это должен быть опытный сварщик Для того, чтобы подготовить опытного сварщика Он не только должен получить, скажем, профессию, какой-то диплом Он должен получить опыт, навык работы А для этого требуется профессиональный, скажем, какой-то рабочий Ему нужно 5-7 лет для того, чтобы он получить такие навыки И ему дали вот это клеймо Это, конечно, срок И поэтому мы должны четко планировать развитие нашей экономики Наших отраслей, чтобы знать, что, скажем, через 10 лет, через 5 лет Мы должны вот получить опытные рабочие, вот скажем, по такой-то и другой специальности Конечно, это сделать достаточно сложно Но есть у нас развитие, значит, Министерство экономики Которое сегодня разрабатывает развитие отраслей нашей республики Которое имеет соответствующую привязку к кадрам Очень большие проблемы у нас с полувозрастным составом безработных К сожалению, вы знаете, что общая такая истина Что безработица имеет молодежное лицо и женское еще лицо Вот эти вот полувозрастные структуры, которые наиболее подвержены, скажем, колебаниям на рынке труда Молодые люди, которые получают диплом, они не имеют опыта работы, к сожалению А работодатель всегда, вы, наверное, видите эти объявления, которые идут сегодня везде Везде требуется всем работник с опытом работы Где его взять, если я только получил, скажем, сегодня диплом университета Это, конечно, очень большая проблема Но в советское время она решалась очень просто путем распределения Значит, у нас было беспратное образование Посылали в любую точку, человек должен отработать там И, значит, он к этому времени закреплялся Образовалась семья И он, как правило, там оставался на этом рабочем месте У нас тоже есть опыт, начиная с 2000-х годов Правительство нашей республики применило такую практику, как целевая контрактная подготовка студентов Значит, государство оплачивает вам учебу, но затем уже распределяет туда, куда нужно Скажем, если вы врач или педагог, и нужна потребность в Абыйском улусе или в Соскалахе Вас направляют туда, и вы там отрабатываете определенное количество лет И, кстати, есть даже статистика у нас официальная Значит, где вот эти люди закрепляются Они приезжают к месту в место назначения И есть элементы закрепления, получают подъемные и так далее Это достаточно неплохой опыт работы, который, может быть, и нужно развивать для бюджетной сферы Я имею в виду учителей, врачей, которых не надо уговаривать Которые получили бесплатное образование и должны вернуть свой долг государству Вот целевая контрактная подготовка, запомните, есть такая система подготовки на сегодня кадров Если говорить о возрастном составе, как я уже сказал, занято, к сожалению Если мы посмотрим возрастной анализ безработных, чаще всего это люди 22, значит, 22 года, 29 лет Вот этот период Потом они уже имеют стабильную работу, благодаря тому, что они получают опыт работы Сегодня республика — это форпост вообще, один из регионов, который доказал свое лидерство на Дальнем Востоке У нас проживает 16% населения, однако мы производим порядка 25% валово-регионального продукта У нас инвестиции, в основном капитал составляет 30% И очень высокие налоговые поступления в федеральный бюджет, порядка 27% То есть очень значительные цифры, это говорит о том, что мы сегодня хорошо и успешно работаем От занятости еще зависит настрой человека, именно на занятость На то, чтобы он не боялся встать на биржу труда, получить свое рабочее место Чтобы он держался за рабочее место, вовремя получить квалификацию, вовремя получить образование В хорошем смысле, ну, сделать, что ли, свою карьеру Есть у нас в Северо-Восточном федеральном университете тоже своя биржа труда, кстати говоря Которая называется Центр карьера Уже там людей учат адаптироваться, скажем, выбирать профессию правильно, чтобы вы не ошиблись Потому что мы еще имеем такие процессы негативные, когда люди получают высшее образование Но не собираются вообще работать по этой специальности Например, проще всего сегодня получить профессию, скажем, педагога Она, может быть, наиболее, что ли, дешевая где-то на рынке И люди идут, занимают что-то место, получают там, скажем, профессию педагога Но затем идут или на рынок торговать, значит, или вообще не по своей специальности Это плохо все Хотя само по себе получение высшее образование – это хорошо Но лучше для экономики все-таки, чтобы человек работал по специальности Чтобы он так выбирал свою профессию, чтобы она ему нравилась Чтобы он с удовольствием шел на работу и получал от этого определенное удовлетворение и еще и доход Вот это, что касается пожеланий по занятости Есть у нас программы, как я уже сказал, стратегии развития республики 3050 Где предстоит нам создать тысячи новых рабочих мест, в том числе и для молодежи Перспективы у республики хорошие И занятость – это тот рычаг, который позволит нам бороться с бедностью Вот в июле месяца этого года председатель правительства нашей республики Солодов Привел такую цифру, что 20% населения нашей республики относится к бедному населению Ниже черты бедности, то есть минимальные зарплаты получает Если посмотреть цифры в Российской Федерации, то они составляют порядка 13% Но однако нам в ближайшие годы предстоит выполнить майские указы президента Путина И снизить наполовину, на 10% бедности, в том числе и путем занятости Мы должны создавать новые рабочие места Мы должны развивать новые прорывные технологии, новые отрасли в нашей экономике И это позволит нам ликвидировать вот эту проблему, проблему бедности И повысить благосостояние населения Это главная проблема, которая сегодня стоит перед нашим государством Перед регионами, прививнув избранным нашим правительством Главой республики Алексеем Сергеевичем Николаевым И всеми нами, потому что мы должны быть все-таки активными гражданинами И должны быть нацелены на производственный труд Вот вкратце, что я хотел вам сегодня изложить И мы можем перейти к вопросу Каков реальный уровень безработицы в нашей республике? По данным официальной статистики, значит, сегодня порядка 7% Ну вот я, как вам уже сказал, где-то 6,9% колебается по годам до 7,1% Это, значит, не критичный показатель безработицы Это довольно стабильные цифры Они, в общем-то, одни из самых низких и в Дальневосточном федеральном Оркурге И в Российской Федерации Ну, я еще скажу, что эти цифры, это средняя температура по больнице Если говорить о сельской местности, там выше, конечно У нас уровень безработицы где-то доходит до 14% И если говорить об арктической зоне, там ситуация тоже, ну, более, скажем, тревожная В силу каких-то объективных причин, удаленности, скажем, в силу того, что рабочая сила там не может, ну, скажем, Производство любое в арктической зоне у нас не может быть конкурентоспособным По сравнению, скажем, вот с центральной даже зоной нашей республики Вообще, приведу такие цифры, что где-то 54% всех трудовых ресурсов Они сосредоточены в центральной зоне нашей республики Это что? Это город Якутск, скажем, Кангаласы, Жатай и Мегино-Кангалатский Улус Это значительная часть населения, вот они сосредоточены именно в центральной части Где основное, там, скажем, производство, административное и так далее Значительная часть населения наше работает в бюджетной сфере Это тоже особенность нашей республики, скажем, более 30% Это учителя, врачи, там, и так далее Из особенностей нашей республики я уже сказал, что 35% населения нашей республики проживает в сельской местности Это тоже накладывает отпечаток на занятость То есть у нас некритические на сегодня пороги Ну, что считать критичным порогом для безработицы Это если безработица выше, скажем, 15% Это уже тревожные такие показатели Но у нас даже нет 10% Но в то же время мы должны еще изучать, как я уже сказал, неформальный сектор экономики И теневую занятость, и с ней, в общем-то, бороться Как и в какой мере развитие цифровых технологий и социальных сетей повлияло на рынок труда? И вообще, как вы относитесь к фрилансу и удаленной работе? Фриланс — это такое модное слово, это вот работа на удалении от работодателя Она действительно получала, и к ней, в принципе, я отношусь положительно Потому что век цифровых технологий позволяет работать на удалении от работодателя Во-первых, это удобно для нас на севере Например, многие виды профессии, конечный результат В том числе, например, и ученые, как я уже сказал, журналисты И вещи, которые занимаются интеллектуальным продуктом Для которых не нужно помещение Например, даже алмазокамнеобработка Вы можете заниматься у себя на дому А фриланс сегодня позволяет выдавать свой конечный продукт по электронной почте Многие виды бизнеса на сегодня Как раз работает управление Вы, будучи даже в Таиланде, живете Можете управлять своим бизнесом, например, в нашей республике Это позволяет сегодня цифровые технологии И как бы нужно этим пользоваться Не надо бояться фриланса Но другое дело, что он должен быть в формальном секторе экономики Обязательно вы должны быть официально трудоустроены и платить налоги Вот такое обязательное условие А есть еще фриланс, который, скажем, пользуется неформальный сектор экономики И вы не платите налоги И отсюда у вас будет маленькая пенсия В перспективе Об этом нужно сегодня всем как бы задуматься и об этом знать В советское время была статья за тунеядство Как вы думаете, почему ее убрали? Ну, это очень просто объясняется Спасибо за вопрос Дело в том, что когда мы вошли Вот из социализма, скажем, в капитализм, в рыночную экономику Мы вошли в правовое поле международной организации труда А сегодня у нас законодательство трудовое такое Ну, закон о занятости в 96-м, скажем, принят Кодекс о труде, бывший экзот Он сегодня не носит такой карательного характера И не носит принуждение к труду Потому что сегодня конвенции МОД Одни из главных их, скажем, статей говорят о том, что Ну, я приведу несколько из них Во-первых, труд должен иметь добровольный характер Вы вправе выбирать, чем заниматься на сегодня И труду, принуждения не должно быть И не должно быть наказания за то, что вы сегодня не работаете Ну, хотя разговоры такие, в общем-то, идут Что опять нужно вернуть статью за тунеядство Но дело в том, что есть же у нас люди, например, творческих профессий Какие-то тунеяды, скажем, поэты, писатели Ну, в свое время, вы знаете, пытались привлечь даже, скажем, Бродского Многих других известных проектов по этой статье Но на самом деле-то они работали и давали свою духовную продукцию Поэтому это сложный процесс Но я ответил бы так, что это связано с международным правом Одна из статей которых говорит, что нельзя принуждать к труду Что труд должен иметь добровольный характер Сегодня посмотрите, в которых самый высокий валовый региональный продукт стран Это Япония, это Южная Корея Там люди очень много работают, очень мало отдыхают У них нет практически отпусков в Японии Они привержены, там, скажем, преданы своей одной фирме Есть очень высокая такая любовь к своей корпорации К корпоративной культуры И они вносят какие-то инсайдерские принадлежения То есть они преданы своему фирме, своей труду И практически не переходят на другую работу Вот об этом нам сегодня нужно думать И вот этот опыт этих передовых стран, что ли, впитывать Какова доля занятых не по своей специальности? Это плюс или минус для рынка труда? И как вы считаете, стоит ли с этим бороться Или стоит ли это наоборот поддерживать? Само по себе получение образования это уже плюс То есть человек получил, скажем, высшее образование Но плохо, что он не работает по специальности Хотя он может получить, ну, скажем, переучиться на другую специальность Но базовое знание у него останется, высшее образование Сегодня, к сожалению, есть только социологические опросы Которые можем определить, сколько людей работают не по специальности Но данных официальных статистики не ведется Вот по этому вопросу Ну, я думаю, что цифры где-то, может быть, до 15% Вот имеется такое, что люди работают не по специальности Ну, я бы не делал из этого больших трагедий Потому что человек находится всегда в поиске Если он не может работать, найти по специальности И ему подвернулось, скажем, или на рынке труда Есть вот вакуум по какой-то профессии Он закончил какие-то курсы И получил, значит, работает там, получает доход Это плюс, большой плюс, в общем-то Как, по вашему мнению, можно пополнить рабочие места Которые пользуются наименьшим спросом? А дело в том, что в последние годы Вот и система негосударственного высшего образования В том числе и государственного образования Выпустила на рынок труда Массу, скажем, таких специальностей Которые не востребованы на сегодня на рынке труда То есть перепроизводство Ну, я сразу же назову такие специальности Как экономисты, скажем, как юристы И целый ряд других специальностей Потому что затраты низкие были На производство вот этой специальности Там не нужно было оборудование Ну, грубо говоря, мел, доска, там, преподаватель И было довольно легко готовить этих специалистов Я не говорю, что совсем легко Но низкие материальные затраты И как бы получилось, что сегодня Очень люди работают, многие эти не по специальности И ряд других специальностей тоже могу приводить И вот если сегодня посмотреть на пирамиду Востребованности специальности Она у нас носит перевернутый характер Вот если условно взять за 10, за 100% Или, скажем, грубо говоря, 10 человек Вот на рынке труда Из них управленцы из этой пирамиды Должно быть, скажем, наверху, да Если мы посмотрим, один руководитель Затем идет ИТР Ну, скажем, 3 человека 30% Дальше идет высшее звено Может быть, там, 2 человека и так далее То есть руководитель один ИТР где-то 3 И рабочих, ну, там, скажем Это получается 4-6 человек Ну, грубо говоря Не на всех видах производства, конечно Такая пирамида Но она существует на нашем массовом производстве Ну, развитие многих специальностей Стихийное Привело к тому, что эта пирамида Оказалась перевернутая Наоборот Оказалось Людей с высшим образованием Или управленцев, скажем 7 человек А рабочих специальностей Мы подготовили 3 человека И на сегодня очень большой Острый дефицит, например Специальностей по Скажем Специалистов по газовому хозяйству Вентиляции Теплоснабжению Канализации Жилищно-коммунальному хозяйству Вот посмотрите То есть лица производственных специальностей Вот на биржу труда придите И востребованно 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 Причем очень высокие зарплаты даже есть До 100 тысяч Но нет этих людей А мы на рынок труда Все захотели быть экономистами Там, скажем Юристами И так далее Это вот говорит о том Что рынок труда Закон о его формировании Требует о том Что нужно прогнозировать Подготовку специальностей Согласно потребности рынка труда Если мы будем стихийно выбрасывать Какие-то профессии Которые не востребованы Это приведет к их перепроизводству Как и любой, собственно говоря, товар Потому что рабочая сила Это тоже товар Ну я хотел бы Поблагодарить всех сегодня слушателей За ваше внимание За интересные вопросы Я думаю, что Наш интерес к занятости останется Мы будем заниматься занятостью Кто-то исследовать Кто-то на практике Но все-таки это главная наша социальная проблема Вам большое спасибо За то, что вы пришли Послушали и приняли активное участие В нашем сегодняшнем диалоге Спасибо, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok